Уважаемые господа, дамы, спасибо за то, что вы остаетесь с нами, спасибо за то, что вы внимательно слушаете наши программы, в данном случае программу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте Алексей согласился принять ваши звонки, поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы или комментарии, номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а пока нет звонков, Алексей, прошу вас, продолжайте, а я вам дам знать, как только появятся звонки. Спасибо. — Я затрону, но тоже современную тему, потому что завтра у нас четверг, и ожидается, что нас познакомят с докладом, отчетом мистера Мюллера. Ну и по поводу этого уже идет масса разговоров. У меня есть один комментарий, если будет, я сразу хочу сказать. Значит, демократы считают, что должен быть представлен общественности абсолютно весь доклад без каких-либо, без каких-либо сокращений. Я сразу же ставлю вас в известность, дамы и господа, тех, кто не знает. В 1998 году доклад специального прокурора Стара по поводу Билла Клинтона был обнародован совершенно полностью без каких-либо изъятий. Из этого доклада мы узнали о замечательном синеньком платьице Монике Левинске. Мы узнали из спермы, я прошу прощения за детали мистера Клинтона на этом платьице. Мы узнали, что во время сексуальных сеансов в овальном кабинете президент Соединенных Штатов курил сигару. Мы узнали много пикантных деталей. И общественность, в первую очередь демократы, были возмущены. И по инициативе депутатов Конгресса и палаты представителей и сената Демократической партии, они были поддержаны республиканцами. Но по инициативе демократов было принято решение. В будущем, когда дело дойдет до доклада специального прокурора по любому вопросу, доклад не должен быть опубликован полностью. Это решение Конгресса, внесенное демократами и поддержанное всеми демократами. Теперь, в том, что нам представят завтра, не будет, во-первых, имен людей, которые находились под следствием у Мюллера и ни в чем не обвиняются. Забудьте, не будет разглашены решения большого жюри. Решения большого жюри по любому вопросу в нашей стране, по любому делу, всегда остаются за закрытыми дверями. И, естественно, не будут разглашены факты, какие-то детали, которые могут нанести урон национальной безопасности Соединенным Штатам. Все остальное будет опубликовано. Подчеркну еще раз. Это сокращение, вызванное законом, принятым Конгрессом в 1999 году, после того, как Старр предоставил доклад на всеобщее обозрение, доклад о Билли Клинтоне. Таким образом, Уильям Барр, нынешний министр юстиции, не только не нарушает закона, а он действует по закону. Это мое предисловие к тому, что мы завтра увидим, когда будет доклад представлен на всеобщее обозрение. Ну, я вам скажу еще, кроме того, что это будет отредактировано, Уильям Барр даже следует той букве закона, в которой он должен редактировать определенными цветами определенную информацию. То есть, для того, чтобы было понятно, допустим, то есть, он не все черным цветом будет закрашивать, а он будет закрашивать, допустим, там, красным цветом показания большого жюри, там, зеленым цветом. Ну, в общем, я не знаю точно, какими цветами, что он там будет красить, но даже в этом он соблюдает букву закона. Поэтому, Алексей, у нас есть звонок, давайте примем. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, конечно, большое отличие двух партий, республиканской и демократической, все то, что делают демократы, это они представляют себя, как партии диктатуры, диктатуры социалистов или фашистов, как угодно это можно называть, но это именно диктатуры. То есть, у них тактика такая, и стратегия тоже самая. Значит, делайте так, как мы вам говорим, а не так, как мы делаем. И вот это вот приносит соответствующие плоды. Если, не дай бог, они бы пришли к власти, они бы здесь установили тоталитаризм и, соответственно, вплоть до концентрационных лагерей. Республиканцы стараются действовать по правилам. Это партии все-таки отцов-основателей. И среди них, конечно, тоже есть не все белые пушистые, но подавляющее большинство. Это законопослушные и действующие правильно. Спасибо большое. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Я бы хотел, чтобы никто не перезавал рассказчика. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну вот. Алексей, комментарии по поводу высказанного? Знаете, я не высказываюсь так вообще резко. Не потому, что я абсолютно совсем не согласен, то, что говорил радиослушательница. Но просто я привык, так сказать, будучи журналистом, как-то взвешивать свои аргументы. По-моему, неделю назад или две недели назад я рассказывал, что цель демократической партии установить тоталитарный режим. Для этого нужно, чтобы был президент-демократ, чтобы обе палаты Конгресса, палаты представителей Сената находились под контролем демократов, и чтобы Верховный суд также был демократическим, причем для того, чтобы он стал демократическим. Скажем так, я опять-таки, это нехорошее слово, все-таки, Верховный суд есть Верховный суд. Но чтобы он, в общем-то, выполнял то, что требует Демократическая партия, там должно быть большинство Верховных судей, которых внесли президенты-демократы. Сегодня 5-4 в пользу Верховных судей, которые были номинированы Верховный суд республиканцами. И у демократов есть задача, которая будет решена, если президентом станет демократ, и обе палаты Конгресса будут контролироваться демократами. У них есть задача расширить состав Верховного суда. Это возможно сделать в Конгрессе. Конституция не требует определенного числа судей в Конституции, вообще не говорится, сколько Верховных судей должно быть. Они могут сегодня с 9, они могут принять решение, ну, довести число до 15, скажем. И ведут 6 человек, которые будут поддерживать, ну, все, что делает президент-демократ и Демократический Конгресс. В этом случае все три ветви власти окажутся под контролем Демократической партии. И я, по-моему, об этом рассказывал неделю назад. У нее есть возможность действительно установить тоталитарный режим. Совершенно не обязательно, чтобы были конституционные лагеря, хотя, если мы вспомним Франкона, Дилана, Рузвельта и то, что произошло с японцами, причем среди этих японцев большинство были граждане Соединенных Штатов, что произошло во время Второй мировой войны, то мы не можем исключать и лагерей. Более того, если мы вспомним деяние президента-демократа Вудера Вильсона, то, опять-таки, был принят закон, позволяющий высылать из страны тех, кто слишком рьяно критикует правительство. При Вудере Вильсоне это здорово происходило. Опять-таки, демократический президент-демократ и контролируемый демократами Конгресс может принять такое решение, а контролируемый демократами Верховный суд признает это решение конституционным. Так что все возможно. Ну, вот этого, наверное, многие боятся, потому что действительно, вы знаете, так интересно, у нас тут есть, по крайней мере, в Чикаго, есть некоторые люди, которые, я имею в виду адвокаты, которые нас учат тому, как должно быть. Вот этот отвечает за это, этот имеет или не имеет право делать это, это, это и так далее. Чем больше нас учат тому, как должно быть, тем больше мы понимаем, что мы, скорее всего, перешли вот ту точку невозврата, где уже вряд ли что-то будет так, как оно должно быть. И вот это то, чего люди боятся многие. Поэтому вот такие высказывания. У меня есть небольшой комментарий, вот к чему. Ну, вы знаете, что несколько дней назад, по-моему, поздно вчера или два дня назад, мэр Саут Бенда, это город в Индиане, он находится очень близко от Чикаго, насколько я понимаю, на севере штата Индиана. Очень, три часа езды. Да, Пит. Он, его называют мэр Пит, Пит его имя, потому что у него фамилия, ну, трудно просто произносимая. Тед, Джек, Джен, бог знает как, мэр Пит. Так вот, Толя, тема для обсуждения. Если президентом будет избран мэр Пит, то он будет и президентом, и первой леди. Это... Ну как? Он в браке находится, он в браке, девочка, у него есть муж. Этот муж не может быть первой леди, ну, потому что он, как бы, муж. Ну да. А он, девочка, значит, он может стать и президентом, и первой леди. Я считаю, что это хорошая тема для обсуждения. Может ли президент исполнять одновременно роль и президента, и первой леди? Я вам больше скажу тогда, если следовать вашей логике, то у нас будет первая женщина-президент. Как вы думаете по этому поводу? Ну, Толя, я не хочу заниматься на радио, которое слушает, может быть, даже за семейным столом, слушают, может быть, не только взрослые, но и молодые люди. Я не хочу обсуждать вот эту тему, потому что он все-таки мужчина, он все-таки мужчина, но в браке, в браке он жена. Поэтому, если он в браке с жена, то он должен быть и первой леди. Я не знаю, как будут устраиваться приемы. Давайте послушаем, что по этому поводу думает наш радиослушатель. Добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот уже давно идут слухи, что-то с грузовидских времен, что число членов Верховного Суда демократы хотят довести до 15 человек. А почему республиканцы, которые неоднократно были в большинстве во всех палатах представителей в Сенате и в Белом Доме, не предприняли узаконить девяти членов, и чтобы больше не было споров насчет этого. Они же могли это еще предпринять. Опять же, следите, я отвечаю, чтобы не было споров, должна быть определенная поправка Конституции. Кстати, сенатор-республиканец из Флориды Марк Руби уже внес предложение о поправке Конституции, которая бы узаконила Конституции девять верховных судей. Поскольку Конституция не предусматривает этого, все решает Конгресс. Окей, правильно, я согласен с вами. Республиканцы могут, президент, республиканец, палаты представителей и Сенат контролируют республиканцами, они принимают решение 15. На следующих выборах президентом становится демократ, палата представителей и Сенат контролируются демократами, они считают 15 мало, нужно 21. Понимаете, это игра до бесконечности, до бесконечности. Да, вы правы, президент Рузвельт в 37-м году решил пополнить состав Верховного Суда. Кстати, состав Верховного Суда девять, постоянный с 60-х годов 19-го века. До этого менялось пять, шесть, семь, десять, девять, с 60-х годов 19-го века, постоянный девять. Рузвельт решил пополнить, но даже палаты представителей и Сенат, которые находились под контролем однопартийцев Рузвельта, они отказались это делать. Рузвельту повезло в каком степени? Потому что многие судьи, которые выступали против нового курса, они по возрасту уходили в отставку, и он на их место уже ставил своих судей, то есть своих единомышленников. То есть он довел, в конце концов, состав Суда до продемократического. То есть там стало людей, которых номинировали президенты, демократы больше, но оставалось девять. Таким образом, то, что вы предлагаете, сегодня один кандидат завтра президент, и один конгресс завтра другой, эта игра может продолжаться до бесконечности. Я считаю, что республиканцы, у которых было большинство, и когда был президент, и большинство в палате представителей и в Сенате, им даже в голову не приходила мысль увеличить состав членов Верховного Суда. Традиция есть традиция. Демократам они сегодня открыто требуют, открыто говорят, и сенатор Уоррен, который рвется тоже в президента, она, конечно, президентом пока хонус не будет, это, так сказать, понятно не будет, но она и есть другие рвущиеся в Белый дом, которые считают, что число верховных судей должно быть увеличено. Если президентом, повторю еще раз, мы об этом говорили, станет демократ, и демократам будет принадлежать большинство мест и в палате представителей, и в Сенате, и они это сделают. Да. Ну, опять же, видите, вот тут идет, входит в силу вот эта точка невозврата, то есть где нужно остановиться и республиканцам, и демократам, то есть у меня такое впечатление, что демократы настолько, я не хочу называть это тривиально выжившие из ума, но они настолько одержимы захватом власти, что у них вообще никаких, получается, ни фильтров, ни тормозов нет. И вот тут тогда становится вопрос, если республиканцы не будут их как-то сдерживать, то мы придем к однопартийной системе? Толя, а как можно их сдерживать, если будет президент-демократ, и они будут контролировать обе палаты Конгресса? Что значит сдерживать? Каким образом? В том-то и дело, что, значит, этого как-то, я не знаю, Алексей, я не знаю, я знаю одно, смотрите, вот у нас была... В 2020 году, Толя, Толя, значит, на моей памяти едва ли не каждые президентские выборы называют историческими. Это исторический, то исторический, это исторический. Масса исторических. Но выборы 2020 года действительно будут историческими. Да, согласен. Позволит ли американский избиратель, американский избиратель, американский избиратель установить диктатуру демократической партии? Теперь опять-таки, в 2020 году, я готов предсказать это уже сегодня, по числу голосов всего населения, демократ победит, потому что Калифорния набросает столько голосов, эти люди, которые вообще не имеют права голоса в любых других штатах, что они перекроют все, что угодно за людей, которые голосовали Трампом. То есть, обращать внимание на Калифорнию, которая уже стала демократическим штатом полностью, так сказать, абсолютно, в общем, нельзя. Значит, республиканцы и независимые избиратели, которые не хотят установления диктатуры одной партии, демократической партии, они должны, во-первых, поддержать президента Трампа на выборах, и, во-вторых, оставить Сенат за республиканцами. Выборы в Сенат очень сложные, для республиканцев очень сложные. Если в прошлом году на промежуточных выборах демократам пришлось защищать намного больше мест, чем республиканцам, то в 2020 году, в следующем году, республиканцам предстоит защищать гораздо больше мест, чем демократам. И цель – хотя бы остаться при своих. Хотя бы остаться при своих. И я надеюсь, что у республиканцев появится возможность вновь захватить палату представителей. Если такие дамы, как это Омар, такие дамы, как Александрия Акасия Кортес продолжат руководить демократической партией, то, что они сейчас делают, то, я думаю, у республиканцев есть шанс вернуть себе палату представителей. Я тоже так думаю. Давайте примем звонок. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Спасибо за передачу. Добрый день. Мое мнение, знаете, какое, что если придет любой демократ, то будет Конгресс, будет Сенат, республиканский, демократический, не имеет значения, он будет делать все, что он хочет, как это делал Обама. И ни Конгресс, ни Сенат, ничего ему не могли сделать, а пресса постоянно их поддерживала, этого президента, так называемого, который говорил, меня не волнует ни Конгресс, ни Сенат, у меня есть ручка, и я могу подписать любой закон, и он это делал, и ни Конгресс, ни Сенат ему не мешали. Так что единственное, что, как можно с этим бороться, это должен быть выбран республиканец. Спасибо большое. Другого нет. Добрый день, вы в эфире, говорите. У меня есть замечание одно. Да-да. Он, радиослушатель, абсолютно прав. Но я думаю, это мое мнение, история, произошедшая с республиканским Конгрессом под Обамой, когда республиканский Конгресс, радиослушатель абсолютно прав, мало что предпринимал, чтобы этого президента притормозить. Эта история многому республиканцев научила. И следующему президенту, если им станет демократ, но республиканцы будут иметь хотя бы большинство, хотя бы в Сенате, я не говорю о двух палатах Конгресса, они не позволят делать то, что делал Обама. Я уже, опять-таки, Обама еще был черным, выступая против черного, вас сразу же обвиняли в расизме. Поэтому белый, будет президентом демократ белый, вас никто в расизме не обвинит. Ну, слава Богу. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, я хочу привести слова одного выдающегося, так сказать, писателя. Демократия не может стать выше уровня того человеческого материала, из которого составлены ее избиратели. Вот если посмотреть, кто из республиканцев голосует время от времени с демократами? Из тех штатов, из тех прессинктов, где оподавляющее большинство демократов. Понимаете, вот так же, как у нас был в свое время здесь конгрессмен, а потом он стал сенатором, Керк, замечательный человек, поддерживающий Израиль и так далее. Но он бы не мог быть вообще здесь избран, если бы он не голосовал время от времени с демократами. Поэтому каждый из нас как бы должен работать со своей семьей, со своими друзьями, со всеми, со всеми, для того, чтобы избиратели как-то изменились. Потому что те, кто информирован, должны работать с теми, кого называют независимыми избирателями. То есть те, которые не информированы на самом деле. То есть наша личная и персональная ответственность имеет огромное значение. Спасибо большое, Мария. Я согласен на 101%. 101%. Да. Да. Мы должны действительно работать внутри наших семей, с нашими детьми, с нашими родственниками. Но дай бог, дай бог, это все как-то закончится, ну будем говорить так, нормально. Нормально в том смысле, что мы получим, оставим за собой большинство хотя бы в Сенате. Единственное, Алексей, вот у меня к вам вопрос. Объясните мне такую вещь. Почему при большинстве в Сенате мы до сих пор не назна... У нас там какой-то сумасшедшая нехватка судей, у нас сумасшедшая нехватка государственных работников. Оля, все очень просто. Все очень просто. Значит, существует регулирование, в которых любая партия, будь то республиканцы или демократы, могут тормозить, откладывать, слушать, не откладывать голосование. Потом, значит, у Митча, у председателя республиканской партии, руководителя, руководителя фракции республиканской партии Митча Макконнелла и, естественно, республиканцев есть право изменить это правило. Изменить это правило так, чтобы облегчить прохождение кандидатур, выдвигаемых президентом Трампом на те или иные должности. Митч Макконнелл недавно, если мне не изминает память на прошлой неделе, в интервью на Fox News Бретту Бейеру сказал, что он этим занимается. Я надеюсь, что он этим займется в ближайшие дни, не откладывая на потом. Вот в том-то и дело, знаете, хочется так сказать, вот как гостям. Гости, вы уходите, почему так медленно? То есть, у нас сейчас действительно есть возможность назначить вот этих судей в апелляционные суды, в окружные суды, и мы почему-то тянем резину, чего мы ждем, для того, пока, не дай бог, закончится наше большинство, вот это, честно, немножко непонятно. И тем самым непонятная работа именно вот Меч Меканула. Поэтому, ну, что можно сделать? Будем следить за развитием событий. Будем. Сейчас у нас еще есть один звонок. Давайте попробуем принять быстренько. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Мне кажется, самый надежный способ прекратить доминирование демократов, это начать выворачивать наизнанку все их грязные дела. путем назначения специального прокурора и тому подобное. Спасибо. Спасибо большое. Алексей. Я надеюсь, что, я надеюсь, что Вильям Бар это сделает. Очень, очень, очень надеюсь. Кстати, через неделю, дамы и господа, мы обсудим с вами вопрос о шпионаже за избирательной кампанией Трампа, о чем упомянул Вильям Бар, о том, что мы знаем прекрасно, все из нас это знают, но те, кто слушает CNN, MSN, Бесси не читает Нью-Йорк Таймс, Чикаго Трибюн, Вашингтон Пост и не пользуется другими источниками информации, слово шпионаж в устах министра юстиции прозвучало несколько странно. Для нас это не странно и через неделю я буду говорить на эту тему. Спасибо огромное, Алексей. До встречи в следующем эфире на следующей неделе вам еще раз огромное спасибо. Будьте здоровы и увидимся или услышимся в следующий раз. Будьте здоровы, дамы бисхода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok